Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в четверг, в день памяти святой великомученицы Ирины и чествования иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», за богослужением читается Евангелие от Иоанна с 39 стиха 9 главы по 9 стих 10 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь ко пришедшим к Нему Иудеум. На суд аз в мир сей приедох, да невидящие видят, и видящие слепи будут. И слышишь от фарисея сия, сущие с ним, и реши ему, и да и мы слепи и смы. Речи им, Иисус, ащи бысти слепи были, не бысти имели греха. Ныне же глаголите, яка видим, и грех ваш пребывает. Аминь, аминь, глаголю вам. Не входя дверьми во двор овчие, но прилазя инуде, то и тать есть и разбойник. А входя дверьми, пастырь есть овцам. Сему дверник отверзает, и овцы глаз Его слышат, и своя овца глашает по имени, и изгонит их. Игда своя овцы ижденет пред ними ходит, и овцы по ним идут, яка ведет глаз Его. По чуждем же не идут, но бежат от него, яка не знают чуждага гласа. Сию притчу речи им, Иисус, они же не разумешат, что бяши, я же глаголоши им. Речи же паки им, Иисус, аминь, аминь, глаголю вам. Яка аз есм дверь овцам, в сиелика их приди прежде мне, татья суть и разбойницы, но не послушаше их овцы. Аз есм дверь, мною аще кто внидет спасется, и внидет, и изидет, и пажить обрящет. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь, пришедшим к нему иудеям, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. «Истина, истина, говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушают согласа его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегают от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истина, истина, говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». В продолжение обличительных слов, обращенных к фарисеям, Господь указывает. «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». Под судом здесь нужно понимать те последствия, какие будут иметь для людей явлением Христа с проповедью Евангелия. «Одни окажутся способными принять эту проповедь, а другие нет». Фарисеи возмутились и спросили, «Неужели и мы слепы?» Господь жал показать, что хотя они считаются видящими, как знающие Писание, неверие все же закрывает их внутренние очи, ведь они не веруют, даже будучи свидетелями очевидных чудес. Блаженный Феофилакт замечает, что этими словами Спаситель говорит, «Вы спрашиваете о телесной слепоте, которой одной и стыдитесь, а я говорю вам о душевном вашем ослеплении, что если бы вы были слепы, то есть не сведущи в Писании, то не имели бы на себе столь тяжкого греха, ибо грешили бы по незнанию. А теперь вы говорите, что вы видите, и вы даете сами себя за разумных и опытных в законе, посему вы сами себя осуждаете и имеете на себе грех больший, потому что грешите сознательно». Затем в иносказательной форме Христос говорит им о том, что они не являются добрыми пастырями народа, так как думают больше о своих личных выгодах, нежели о благе пасомых, а потому ведут их не ко спасению, а к погибели. В подтверждение своих слов Господь сравнивает народ с овцами, а руководителей народа – с пастырями стада. В восточных странах стада овец загоняли на ночь в пещеры или специально обустроенные для этого дворы, охраняя таким образом от воров и волков. Причем в один двор нередко загоняли стада, принадлежащие разным хозяевам. Утром привратники открывали пастухам двери загона. Те входили, и каждый отделял свое стадо. Овцы узнавали своих пастухов по голосу, слушались их и выходили за ними на пастбище. Ворожие-разбойники, конечно, не смели войти в охраняемые вооруженным привратником двери, а перебирались тайно через ограду. Архиепископ Оверки Таушев пишет, беря этот хорошо известный из жизни пример, Господь под двором овчим подразумевает богоизбранный народ еврейский или Церковь Божию Ветхозаветную, из которой образовалась потом и Церковь Новозаветная. Под пастырем всякого истинного руководителя религиозно-нравственной жизни, под ворами и разбойниками всех ложных самозванных пророков, лжеучителей, еретиков, мнимых ревнителей религиозной жизни народа, думающих только о себе и своих интересах. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Под этими словами Господь подразумевает, что Он единственный посредник между Богом и человеком, единственный путь и для пастырей, и для посомых в Царствие Божие. И так как в Царствие Божие можно войти не иначе, как веровав во Христа, то Он называет себя той дверью, которая ведет в это Царствие. Слова сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, призывают нас следовать за нашим добрым пастырем, Господом и Иисусом Христом, слушаясь Его голоса. Подражая Господу верою, смирением, любовью, кротостью, терпением и другими добродетелями, постараемся внимательно слушать Слово Христово и преданно исполнять волю Божию, помня, что только идущий за Христом достигнет Царствия Небесного. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok